МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"1997 год. В России появился Театр морских животных Май. Во время представления огромный круизный лайнер совершал путешествия в Антарктиду. Дрессировщик и руководитель циркового шоу Борис Майхровский представитель знаменитой столетней династии. А среди морских звезд особо выделяются Хам, Цаца, Лола и Труша. Они артисты этого единственного в мире пингвиньего аттракциона. Но на гастролях в Уфе Труша отличился еще и другим. Поехали на гастроли. Их клетки, значит, клетку выставляли. Ну, какое-то время, пока заливали для них бассейн, значит, это все... Он, видно, каким-то образом смог во двор выйти. А двор большой, значит, поворот там же открытый. Но он, видно, никто не заметил, он пошел гулять. Ну, вся милиция там дыбы подняли, все это весь город. Но потом нашелся, принесла девушка. Позвонил, принесла. Одного появления и вида пингвинов на манеже вполне достаточно, чтобы вызвать положительную реакцию зала. Но в цирке стараются показать другое. Я опять же повторю, что они живут в трехмерной плоскости, они, как бы, когда тут дико красивые зрелища видят, когда они плавают, они летают. Они ведь летают под водой. Это очень красиво. Понимаете, вот эта прямая походочка совершенно абсолютно, так сказать, на человека напоминающий. Такой чаплин, да, ходит, понимаете, этого трогать на все это. Птичий гриб пингвинам не страшен. А вот уличная грязь – это настоящий бич для них. Поэтому в цирке пингвины содержатся практически в стерильных условиях. Даже к манеже их подвозят на специальных тележках, чтобы у животных не было контакта с необработанным полом кулис. И возят, и на руках носят, и, в общем-то, ну, конечно, их ходить водить, вы понимаете, сами им берут, это грязь, это пыль, это лава. Пингвины Владимира Дурова участвовали еще в его знаменитом аттракционе «Железная дорога». Владимир Леонидович еще в начале 20 века стал и первым в России дрессировщиком морских львов. Интересно, что взять их ему посоветовал человек весьма далекий от дрессуры. Это был писатель Александр Куприн. Он вообще любил и цирк, и животных. И вот однажды в зоопарке его впечатлил морской лев. Куприн посмотрел льву в глаза, а глаза у этих животных действительно человеческие, и понял, что животные – это очень умные. А как раз на тот момент считалось, что морские львы глупые и дрессуре не поддаются. Так вот Куприн поспешил поделиться своим открытием с Дуровым. Дуров, послушав его, помчался в Европу Карлу Гогельбеку и купил у него львов. Так что все началось с Куприна и Гогельбека. Никто так сильно не влиял на развитие дрессуры, как вот этот человек, потому что те же Дурова наши у него вполне покупали животных. И его дрессировщики активно приезжали сюда. И тот же Тимофей Иванович Сидоркин у него стажировался, и оттуда привез в первую группу морских львов. На арене Пончик, Дэнни, Лукас и тетя Надя. Борис Майхровский заболел морскими львами, увидев, как работает с ними дочь Тимофея Сидоркина. На наших манежах было не так много дрессировщиков женщин, а номер Ирины Сидоркиной, морские львы и купальщицы, вошел в историю мирового цирка. Представьте только себе, сегодня цирки-то нет ни у кого. Это 50 какие-то годы. Выезжал на манеж, аквариум, ну, по размерам вот в эту комнату. Вот еле-еле пролезал форган, так сказать. Вот выход артистический приезжал, на таких рельсах разворачивался, там вода была, и в нее прыгали морские львы и купальщи. Девушка делала стойку, морской лед делал стойку. Девушка, но я в морской лед берем. Так сказать, была такая работа. Потрясающая шина. Кстати, работала Сидоркина с редчайшими животными, калифорнийскими львами. Они практически истреблены, и в цирке есть на сегодняшний день только патагонский и дальневосточный. Но, в принципе, и морские львы, и морские котики – это все тюлени. По систематике – ушастые тюлени. Сосед и единственный враг тюленя в природе – белый медведь. Этот житель Арктики отличается от бурого медведя не только характером, но и талантами. Ну, как для меня, так это вообще разные животные. Просто название одно белое. У них абсолютно разные функции, разная структура, фигура. На мой взгляд, и мозги разные. Чтобы понял, это не проблема. Они соображают, вот именно соображают они очень хорошо и очень быстро. И запоминают, они даже свою музыку помнят. Удивительно, но и тюлени, и белые медведи не просто запоминают, они различают музыку. Абсолютно правда. Я из династии артистов, дрессировщиков. Мои родители более 30 лет работают с морскими львами, именно с ними. Моя мама была, она музыкант. И она увидела вот такой момент, что этим животным нравится музыка. Они в свое время создали музыкальный аттракцион. Наши животные играли на всех инструментах музыкальных. Барабаны, тарелочки, бубны. Все это было. Я сейчас два года уже выступаю сам на Манеже. И создал вот новый аттракцион. Современный. Я добавил танцы современные. Современная молодежь ждет что-то новое. Начиналось это у нас все с ламбады. Вот, да, первые танцевальные шаги, это были шаги ламбады. Какая-то тяжелая такая музыка вызывает у нее неприятие, страх. Мне кажется, у нас с ним за годы совместной работы выработался одинаковый вкус. И я стараюсь подбирать такие мелодии, чтобы они нравились не только мне, но и дни. Они реагируют на музыку. Они реагируют на аплодисменты зрителя, на эмоции зрителя. Они намного по-другому себя ведут и работают на репетициях, на тренировках, когда мы только этому всему учим. Во время репетиции в зрительном зале никого быть не должно. Только звери и дрессировщик. Причем, в отличие от тюленей, с белыми медведями работают в клетке. Считается, что белые медведи вообще плохо поддаются дрессуре. И, наверное, это действительно так. Потому что белые медведи, они, во-первых, самые крупные хищники на Земле. Эти животные очень быстро возбуждаемы, в отличие от других хищников. И что самое интересное, в отличие от бурых медведей, белому медведю невозможно одеть намордник. Строение черепа устроено так, что любой намордник с него просто свалится. И вот, несмотря на то, что эти животные такие опасные и страшные, с ними работает хрупкая девушка и номер Юлии Денисенко, единственной в России. Что в Латинской Америке два брата работали. Порвали, ну, не насмерть, и они отказались с ними работать. Почему я знаю? Потому что наши артисты, работая в Латинской Америке, звонили мне, и как бы, Юль, там, не хочешь взять? Вот, то есть, они их, ну, порвали, и они отказались. То есть, чтобы я взяла их. Я говорю, сколько им лет? Они говорят, шесть. Я говорю, нет, спасибо. Потому что это уже взрослый, матерый хищник, который знает только своих хозяев. То есть, теми, кто работает. Тем более, он уже бросился, причем сильно, очевидно, потому что люди отказались работать. Вот, это уже как бы невозможно. Последние годы в Европе стали запрещать цирки с животными. Мифология запрета известна. Поскольку для дрессуры нужны детеныши, то в дикой природе их отбирают у матерей, а самих матерей пристреливают. Ну, и вот данных медведей брали с воли, которые брошенные привозили. Брошенные найденыши, в которых там мамки погибли. Там экспедицию целую делали, там представители зеленых были. То есть, это просто очень дорого, чтобы полеты в основном на вертолетах и искать, где вот сообщат, допустим, появились ничейные малышата. Вот, а потому что, ну, оттуда. В природе таких разных животных, тюленей и медведей, объединяет одна среда обитания – вода. Но в цирке у них тоже есть сходство. И тем и другим, ну, невообразимо тяжело принимать перпендикулярное положение. И то, что делают тюлени Шапиловой и медведи Денисенко, уникально. Хотя бурый медведь это делает без труда. Просто бурый медведь, он более способен и физически приспособлен к работе, скажем так, в цирке даже. Вот, то есть, они могут на передних лапах, на задних для них не проблема. А белый медведь в основном, то есть, он плавает хорошо. Вот. И на задних лапах ему не приходится в природе ходить нигде. Уже этот элемент – ходить на задних лапах – уже как бы идет для него как трюк. Я смотрю на ее поведение, на то, что ей нравится, что ей доставляет, ну, если не удовольствие, то хотя бы не дискомфорт вот в ее движении. И когда во время игры в мяч она начала немножко так подскакивать, так, на задних ластах, отрывая передние. В этот момент я почаще говорила ей ласковые слова и давала рыбу. И это привело к тому, что она стала вставать на задние лапы. Теперь танцуем. Чтобы приучить белого медведя к ощущению инородного предмета на ногах, ему сначала примерили обычные носки. Я не буду вам открывать все тонкости, но это целый длительный процесс. Валеночки вначале или там носочечки вначале. И постепенно там вот, да. Чтобы что-то, чтобы они привыкали, что у них что-то на ногах есть. На то, чтобы научить медведя на коньках кататься, ушло три года. Зато мишки поняли, что это гораздо проще, чем ходить. Чтобы пройти круг по манижу, сколько нужно шагов сделать. А на коньках толкнулся и едешь. Толкнулся и едешь. Без коньков, ну, два шага сделать, но не хочет. Коньки отдельно встала, фу-фу-фу, и поскакала. Когда он уже знает, что это такое и как это, то ему получается вот именно на задних проще. Дрессура животных – это бесконечное терпение, бесконечное и мучительное. Сначала ты месяцами наблюдаешь за повадками животного, изучаешь его какие-то склонности, пристрастия, привычки. Потом ты эти привычки пытаешься укрепить, отрепетировать трюки. Некоторые трюки можно репетировать годами. А еще говорят, что в цирке хищников бьют. Ну, знаете, смешно. Пробуйте ударить белого медведя, а мы посмотрим, что из этого получится. Я для них вожак, да. Я для них, конечно, вожак. И я для них партнер. Мы вместе чему-то учимся. Я создал такую атмосферу тренировок. Все в игре. Чтоб животному было интересно, чтоб это было не в моготу, чтоб ему это нравилось. И это все видно на манеже. Если будет какой-то фальш, вы же увидите все. Василий Тимченко – самый молодой дрессировщик хищников. Но он уже цирковая звезда мировых фестивалей. В мире таких аттракционов очень мало. За границей работают с морскими котиками. Хотя моих животных часто называют морскими котиками. Это неправильно. Я работаю с морскими львами. У нас в России дальневосточные морские львы – самые хищные животные. Я единственный, вообще, да, я в мире единственный, кто работает с полным составом морских львов. Работает мой дядя, заслуженный артист. У него один морской льв. Остальные морские котики. В 1985 году стало известно, что в США морских львов используют как диверсантов. Тюлени натаскали обнаруживать и уничтожать атомные подводные лодки. В СССР тоже решили поставить их на боевое дежурство. Однако быстро поняли, что работать с ними очень сложно. И тогда обратились к ученым. Они и научили тюлени быть с людьми одной командой. Вот и сейчас никому даже в голову не приходит, что когда на арене с животными Николай Тимченко, то это не просто заслуженный артист России. Это профессор, ученый-биолог, специалист по физиологии морских животных. Николай Пантелевич долго работал с животными на базе в Крыму. Потом 9 лет он вел терапевтическую группу в Чили для умственно отсталых детишек. Там детишки плавали вместе с львами и кормили их в воде. И, кстати, эксцессов не было. Он написал несколько научных работ о способности морских львов лечить человека своей энергетикой. Льви действительно нормализуют давление. На гастролях в Брюсселе львица Бориса Майхровского Ася вылезла из бассейна. В тот момент дрессировщик отлучился по делам. А артистки отдыхали перед представлением. Сидят кофе пьют. Ну, сидят в халате, обсуждают какие-то вещи. Она ушла. Не понравилось ей сидеть там. Ну, может быть, это гуляла, гуляла, скорее всего. Она как-то по сетке зубами подтягивалась. Я потом увидел, я обалдел. Она зубами, потом лас-то ставит вот так вот. И по зубам перещелкает, перехватывает. Там они такие лазутчики. Эти морские льва, они всюду пролезут. И вот она как-то вот умудрилась подхватиться. И потом она перевалилась просто через эту сеточку. Пролезла под фуром и ушла прямо на дорогу. А тут автобан скоростной. Машины все стоят гудят. Никто не едет, естественно. Их хватает в этих халатах. И в чем-то, в чем-то, ну, начинают ее тащить. Естественно, халаты расстегиваются. Мужики там сигналят. Прима-прима, мадам там, суд через рептист там показали. За те же деньги. Влюбляется каждый год в гипотетического жениха. Но самца в своей жизни не знала. Но каждый год с ней что-то происходит. Глаза к небу, хвост навок. И я говорю, ну, Лиза, это любовь. Это любовь. Любовь у нас всегда такая романтическая случается. Я знакомила ее с самцами Николая Тимченко. Вот его два патагонца, это как раз вот те самцы, которые нам подходят. Они одного вида. Южноамериканские морские львы. Но, к сожалению, это знакомство случилось в такой период, ну, когда любовь еще не пришла. Поэтому они бросились друг к другу. Они плавали вместе, обнимались. Спали в росте. Заключительное представление. И не досмотрели, чтобы был уже повышенный интерес, как бы к самкам у самцов. Они тут давай прям нам совокупляться. Прям на глазах у всех удивленных зрителей. Мы сами все роты открыли. Сначала все так растерялись. А потом стали как-то их приглашать туда-сюда. Ничего же не делаешь. Так уже хорошо вовремя сообразили сетью. Самок стали брать сеть. Ну, чтобы их не повредить ничем. Забираешь сеть ее. А самцы прям тогда бросились между собой, стали драться. И еще их разнимали. Между ними ставили такие вот шибера. Ну, как бы это вот разделительные такие. Да, вот, ну, как вот и бакилитные фанеры. Они их расшибали в кучу летят. Вот так все. Вообще, Борис Майхровский профессиональный переводчик. Но про морских животных знает буквально все. Ему однажды даже пришлось сдать двухчасовой экзамен в Королевском зоологическом обществе в Бельгии, чтобы работать с ними в Европе. Так там его просто засыпали вопросами. Вплоть до удельной консистенции мочи тюленей. Но главное, наверное, то, что эти животные настоящие интеллектуалы. Не то слово, как я не интеллектуал. Но я могу так сказать. Ему показывают, допустим, красный треугольник на этом фоне. Он идет на определенную глубину выполнять. Ему показывают, допустим, круг там. Он на поверхности что-то делает. Потом объединяет эти части команды. Он делает две споставные вещи. То есть понимаете, какая система? То есть уже учат, как вот... Ну, это чтение уже практически. Ластоногие нас прекрасно слышат, чувствуют нас, понимают нашу интонацию. Вы знаете, иногда мне кажется, что она даже понимает мое настроение, мое намерение, не только мои команды словесные, голосовые команды, но даже вот мои какие-то желания, которые я еще не высказала и не показала жестами. Лиля Шапилова по профессии зоолог. Место работы – геленджикский дельфинарий. Официальная должность – тренер морских млекопитающих. Но кто заподозрит в этой хрупкой, обаятельной женщине старшего матроса ВМФ России? Я служила в военно-морском флоте и работала с тюленями по военным задачам. Обнаружение и уничтожение противника. В военных программах участвовали как дельфины, так и тюлени на равных. Если пингвинов и морских львов вернуть в дикую природу, они, в отличие от других зверей, выживут. Но в цирке для морских животных действует тот же закон, что для всех. Работают только с выращенными в неволе, кто уже знаком с человеком близко. Они уже знают, что человек будет с ними что-то делать, какие-то взаимодействия. Они же просто с молоком матери эту историю впитали. И что их обязаны кормить, им обязаны все. А вот когда я получил первый раз силу через природу из дикой, они были очень агрессивные, честно говоря. Хотя маленькие еще, но зубки-то там какие-то, пассатижки, там набор не хуже, чем у этих кошачьих. А еще то, что они рыбу кушают, и как бы если попадает все в кровь, то потом вот такие руки бывают. И стриптоцит там просто самый употребительный был момент, антибиотики. Бывало, рвали так, что и кости видел, значит, ну, свои собственные. Вся работа в манеже с морскими львами строится на возможностях самих животных. Но Васе Тимченко удалось сделать нечто уникальное. Он смог научить держать морского льва тройной баланс. Даже его папа сказал, что за 30 лет работы с этими животными у него такого не получилось. А Василий смог, единственный в мире. Этот трюк, животное стоит на одной ласте, весь свой вес поднимает и балансирует на одной ласте, стоит в стойке. При этом еще держит баланс на носу мячик. Некоторые мэтры нашего цирка говорили, что это невозможно. Животные синхронно не умеют ничего делать. Они могут что-то, они умеют все делать. Но вот чтобы синхронно, у них никогда ничего не получится. И балансируют, и жонглируют морские львы от природы. Это умение идет от их способа глотать рыбу. Целиком, но только с головы, иначе плавники оцарапают горло. Второй момент. У них очень темечка, очень слабенькая, как у новорожденного младенца. И поэтому они эффективно боятся что-то бросить себе в раницы вина. Поэтому они этот предмет пытаются как-то балансировать на носу, и откинуть вперед. Однако уязвимость этих нежных созданий не сказывается положительным образом на их своенравных характерах. Он понимает, что человек его что-то заставляет сделать. Вот тут он может броситься. Долго не любит очень репетит. Но где-то самый большой, нормальный, разумный, пока не высох. То есть ее дают накупаться в волю, чтобы покупались, потом приглашается на репетит в минут 40. Вообще эти животные хищники, и у них огромные клыки. И если животное бросается, это не закончится укусом. Это будет большой разрыв. Каждое животное непредсказуемое. Процентов на 70 я могу отвечать за этого животного и ждать, что от него можно ожидать. Но все равно, если бы оно было предсказуемое, они бы, наверное, меня никогда не кусали. У 130-килограммовой латиноамериканки Лизы характер южный, но выдержанный. С коллегой по работе она держится ровно. Но бывали и срывы. Да, бывали случаи, когда она на меня нападала. Но я считаю, что это результат моего ошибочного поведения рядом с ней. Только так, никак иначе. Какое-то резкое, незнакомое движение для нее. Какой-то, может быть, резкий окрик, который ее испугал. Да, и это приводит к тому, что у нее такая яркая защитная реакция. Хочу подчеркнуть, это бывает крайне редко. Как меня папа всегда учил, то есть мне обидно всегда было. У меня медведь лупанет, а он меня ругает. Я говорю, чего, почему, вроде как я же пострадавшая, ты неправильно сделал. Но, допустим, медведь привык, что первая идет у него правая лапа, а потом перваящица дает левую лапу. Вот. Если я, допустим, пытаюсь взять левую лапу, надеть конек, все, тоже получаю. Потому что он привык, что это первая. То есть у него это закладывается. У морских львов тоже великолепная память. Они помнят трюки, которые не репетировали год. Поэтому у Николая Тимченко сразу несколько программ с одной группой. На льду, в воде и на суше. И все разные. Для морских животных соленая рыба яд. Категорически нельзя речную из-за инфекции. Но не стоит думать, что хищники работают ради рыбки. Чтобы наесться этой компании, надо 120 килограмм отборной горбуши. Так что килька из рук человека не более, чем элемент общения. Но Василий Тимченко хорошо знает, что в цирковую рулетку можно сыграть совершенно неожиданно. Почему кусали? Это хищники. Тут нельзя сказать 100%, почему именно так произошло. Что-то не понравилось, что-то испугалось животное. Это хорошо, но это произошло на репетиции. Зритель этого не видел. Произошло это, когда животное сделало хорошо свой элемент. Придя на свое место, я подошел похвалить этого животного. Принес ему рыбку, награду. Обнял, сказал, что у него все хорошо получается. И когда я его обнял, он положил мне голову на шею. Я его почесал и говорю, ты у меня умница. Что-то случилось, когда я его отпускал и сделал шаг от него, он развернулся и резко бросился мне в грудь. Порвал мне немного грудь. Но он еще был маленький, поэтому все обошлось. Василию зашили на груди 6 жутких ран. Бес напавшего на него льва полторы тонны. И все мы понимаем, чем все это могло закончиться. Родители поздравили его с настоящим боевым крещением. А вообще, поведение животных этих можно объяснить. Но то, что они дольше других привыкают к новой обстановке, это удивительный, но настоящий факт. Как бы только одну надвечь понять. Что когда они попадают на сушу, они живут там в трехмерном мире. Они как бы летают. Понимаете, да? То есть это то же самое, как те же птицы. То есть у них совершенно другая локация, у пингвина, у этого животного. То есть они делены какими-то определенными, совершенно качественными, которые они в полной мере здесь не используются. Но, вы знаете, чем больше мы с ней общаемся, тем больше она мне ближе и дороже. И любой ее жест, даже то, что она сейчас сидит, оглядывается, осматривается. Ну, вот вам основное отличие домашнего животного от дикого. Незнакомый человек, тем более группа детей абсолютно незнакомых для нее. Это для нее уже в какой-то степени стресс. На всякий случай надо уйти домой. С человеком животным приходится общаться тактильно. И этот огромный зверь очень боится его прикосновения к себе. Вот мы только что говорили об агрессии этих животных. Они бывают не только агрессивные, но очень ласковые и добродушные даже к абсолютно незнакомым людям. Во время представления на сцене она вот на своей парточке сидела, что-то такое хлопало, а я отошла как раз за следующим предметом, за мячиком или за обручем. На первом ряду сидел мужчина, немножко подвыпивший. И так ему понравилась вот Лизавета, что вот он не стал сдерживать свои эмоции, подбежал и обнял ее за шею. Я поворачиваюсь, у меня аж рот открыл, я так испугалась, ну мало ли что, вдруг бросится на незнакомого человека. Ничего подобного. Лизавета позволила себя обнять, высока на него посмотрела и разрешила это сделать ему. Для меня это шок был. Я боялась, боялась, что это может привести к агрессивным, нет? В цирке Майхровских на манеже работают все главные обитатели водных просторов. Чайки и пеликаны в их числе. Забавно, но пингвина-труша до 18 лет считали особью мужского пола. Пока после его побега в Уфе не произошло одно знаменательное событие. Ну это она оказалась в ходе, ну что тебе на еще яйцо смесла, по сути. Значит, не знаю где она гуляла, может по дороге, с петухом каким-то связалась. Мама и труша стала в очень преклонном возрасте. По человеческим меркам где-то лет в 100, хотя пингвину всего 20. То есть это уже на 6 лет порог, скажем, известный превышения биологической длительности жизни веда. И циркит сплошной рядом. Понимаете, они и плодятся у нас, и несутся они, не будет животных плодиться там, где им плохо. Сейчас цирк является тоже одним из основных источников сохранения некоторых вообще животных. Дрессировщик Борис Майхровский категорически не согласен с фразой классика «Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах». Если человеку придется жить в океане, морские обитатели смогут сосуществовать с ним. Готовы ли к этому люди? На этот вопрос сегодня отвечают в цирке, причем положительно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...